Всем привет! Сегодня мы будем продолжать делать менеджер электропитания корабля Так, мы будем делать его начиная с UI UI будем делать для него, я думаю он будет UI находиться в лукобилоте, там где инженерная панель Вот тут вот, так Как это будет выглядеть? По-хорошему, по-хорошему Это даже выглядит следующим образом Мы приходим Нажимаем Сесть на кресло, например Ну, как пример Он садится на кресло Разворачивается к панели Вот И у него появляется контроль Ну, какие-то управления, не знаю Как это назвать Единственное, что вопрос в том, как это будет выглядеть именно С точки зрения UI По-хорошему, он должен, собственно Сидя на этом кресле Вот эти панельки Вот эти 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 Ну, типа Эти Давайте проверим Мы Кресло немножко отодвинем Чтобы оно не мешалось Потому, что пока Он не садится за бульты Ну, грубо говоря У меня будет Как-то Так вот Камера Может быть даже пониже вот так вот сидеть грубо говоря ну эти панели в принципе ну нормально а вот туда смотреть нить фига неудобно так затем надо что-то будет сделать надо будет что-то сделать как то это дело подозрелся именно вот этот наверх монитор использовать для этих целей и при этом чтобы как вон типа якобы сидел за этой полноте позади консоли так подумаем можно конечно добавить немного условности типа якобы мы садимся за панель выбираем нужную панель у нас камера поднимается немножко наверх на этот монитор тоже автоматически подниматься не могу поднимать голову а именно камера будет теперь подниматься и на самом ходе игрока вот рисоваться управление насколько это будет удобно ну в принципе то бишь как бы даже не знаю ну точки зрения реализации это будет наверное удобно все таки просто делается если нужно будет посадить игрока на кресло но ну посадить игрока на кресло это будет не сложно потому что мы просто-напросто пересадим его на новый спаун вот но плавно будет про свои контролы но будет ли это удобно да что то наверное я не знаю даже надо наверно было с командой посовещаться по поводу вот этой штуки да пожалуй давайте тогда от этого отложим и сегодня займемся фиксом у нас гидропоника там развалилась надо переделать ее вот ну давайте сейчас на гидропонику починим а эту фигню мы посовещаемся посовещаюсь с командой и мы решим что с этим делать вот с гидропоником вот эти вот эту штуку нужно будет это вразумить да вразумить ее чтобы она работала так давайте посмотрим что у нас тут вот тут у нас есть надо выделить какой-то ну что-то типа блюпринта это в гидрофонике чтобы она физически ну этот пар мешает ужасно так а вон с этих актером как так-то ой ужас какой ну и ладно так надо выделить это у нас гидропонику пар абсолютно сильно мешает ну спрячем пока а это что у нас а это собственно модуль ну 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 видимо его туда возьмем за основу вот его туда и возьмем за основу этой конструкции давайте посмотрим что у нас тут есть так лампочка есть но у лампочки один материал который да который жутким образом конфигурится да у да ну я думаю что мигать может ну да дивизия да вот да вот да Не, вроде не мигал, по крайне мере его не видно, что он мигал. Да, кстати интересный момент, лампочек то не видно. Повыше мы можем поднять, все и можно, только доставим ли мы до контроллера, который на нем стоял, на контроллере тоже подвинулся. Так, мы лампочки видим, цветочки не сильно далеко. Может займем так оставить? Сейчас давайте эту штуку подвинем тоже. Что здесь вверх? Да, достанем. Да, достанем. Так. Да, наверное, мы все повыше подвинем. Ну что ж, так, ну что у нас такое? Тоже часть этой филовины. Так, хорошо. Вернемся сюда. Да, они мигают. Вроде бы. Или нет. Ладно, выключим, потому что этот материал где-то еще используется. Не будем ломать это дело. Так. Ну, материал нам все равно нужно будет для динамика. лампа. Так. Ладно, а что если лампу пониже сделать? Давай вот этому что-то выделяйся давай. Что с тобой не так-то? Что тут ниже сделать? Не так-то дал. Давай. Не так-то дал. Давай. Угу. все равно нет все равно нет Ну, выглядит оно, конечно, ништячно, но правдоподобности в этом мало, просто как бы этим растениям нужен свет, а тут его, честно говоря, маловато, да, так, ладно, хорен с ним, давайте сюда перенесем эту панельку, давайте посмотрим, что можно отыносить, горшочки можно отыносить, в принципе-то, горшочки я бы еще, наверное, поделил бы их какой-нибудь планочкой, чтобы визуально они были, типа, якобы слот или типа того, так, окей, ладно. Ну, опять же, свет должен быть не зеленый, он должен быть больше фиолетовый, но это мы тоже сейчас поправим. Что у нас, это у нас материал из какой-то, из какого-то пакета, то хорошо, мы сделаем дубликейт. Вот так. Вот так. Вот так. Так. И перекинем его куда-нибудь к нам, ну, допустим, вот сюда вот, нет этого меша, тот материал и драконика. Назначимый материал этот новый. И его сейчас поднастроим. У нас какой-то розовый будет, нам нужно больше фиолетовый. такой вот. А можно это не выпендривать и загуглить. gb-color-for-plan, ну, а так вот. Ну, это не то. Плантс. Так, что мы там советуем, значит, зеленый какой-то. Не, ну, это типа я там сами... Короче, сейчас сам настрою, нафиг. Нафиг, 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 нафиг. Так, я затяну, должен быть тогда вот тут вот. Так, хорошо. Лампочка. Лампочка у нас тоже должна быть. фиолетовая. Ну, нормально. Сами цвета потом уже будет подредактировать. фиолетовая. Да, думаю, да. Так. Что теперь нам нужно? Нам нужно вот эту штуковину. фиолетовая. Найди ее. Эммм. Это еще один тот цвет. А, ну, это эти вот элементы. фиолетовая. Хрен с ними опять же. Челдектор. Ну, наверное, его нужно будет какая-то часть пофигачить. где он. Так. Минтенс. Панел. И сюда ее вставить. А, она отсайзена еще там. 1175. Так. 1175. И, я так благодаря, она повернутая. Вот так вот. Да, даже 1.6 надо здесь сделать. А ширина все-таки 1.75. Даже 1.85 давай. Вот, что-то, что-то тут она уже попала. зла. Говорим, 1.75. В общем, она поползла. Вот этот вопрос. Скорее, сам пил где-то криво стоит. Так. Ну, допустим. Ты можешь ее пошире сделать или что-то 1.5 сделать. Эмм. Нет. 1.8. А тут типа 1.5. крышка что-то поползла. Крышка куда-то поползла. Так. Вот эту штучку убираем. Вот своя моя штучка. Что-то оно выглядит не отзывы впечатляюще. И да. и плюс тут опять какой-то коллайдер, который мешает мне подойти. Давайте его посмотрим. Что тут мешает мне подойти. Куда за бордюр у этого мешая разве что. Да. нет там его толком-то. Походу, кто-то руками даже настраивал. Ой, ступенька. Надо ему заскакивать. Что за ступенька, блин. Что за фигня. Вот это получается ступенька что-ли. Плохо то, что тут не видно ее. Нельзя включить эту моду и посмотреть что за ступенька. Да. Вот этот мешкан. Не знаю, смешан это. Или нет. Дай посмотрим. Пам-пам-пам-пам-пам. Ну да, ее можно попробовать поуже сделать. Поуже и пониже. Может быть не будет такой стрёмной ступенькой. Все равно он на какую-то ступеньку залазит. И не посмотрит на какую. Ладно, в любом случае подойти получилось достаточно близко. Ну вот это тут. Сначала тут хероборо перестал нормально работать. Потом еще идет засвет от той лампочки. Лампочка идет из-за сайза, я так полагаю. Ну, давай посмотрим за мою эту панельку. Что с ней там не так. Пьет, сука, не там стоит. В принципе он там стоит, но для сайза этот и не то. Да, почему он повернут криво. Вообще пофигу на rotation. Как так-то. Да, я сейчас поменялся. А, тут потому что к нему секунсер подключен. Да, посмотрим, что там изначально. Па-па-па-па-па-па-па-па. У-у-у-у-у-у. У-у-у-у-у-у. Так, этот пока оставим. Что у нас такое? А, это наш объект. Съезжает всё ужасно. Попробуйте ещё подогнать. Ну, 1.6 она более-менее нормально выглядит. Давайте проверим. Будет для нас засвечивать. Ну, чуть-чуть есть, конечно, но в целом это вообще по-велу. Опа. И тут 2 оказывается. А, ну, наверное, лэвоком сохраняли, а он это. Он вылез. Что у меня за утки крякают за окном? Ужас какой. Куда тут утки? Вот опять. Думаю, дело в этом. А, вот тут засвет появился. Так, за чего? За чего это засвет? Думаю, вот этот кусочек какого-то меша. Явно имеет отношение к нему. Угу. 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 Ну, это вот этот безобразный гейт. А вынуть его оттуда будет сложно. Так, главное попробуем усвет выключить. Угу. 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 Угу Ммм, прикольные настройки Для мультиплеера, чтобы как бы Тут была одна моделька, а на мультиплеере другие люди видели другую модельку Но это же прекрасно, надо не забыть об этом Ну, получение тени это не то Там именно вылазит эта лампочка Так Так Можно вроде и другую Чего такое А че их так мало то там Вроде больше было Теперь что-то работает, но не работает Работает Ммм 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 Спасибо. Надо было настройки с той лампочкой забрать. Стоп. Пять кандел. Вот таким цветом. А, он уже есть. Такой цвет. А, это... Кадел. Пять. Ну, тут твой скадрик на 10.50. Не знаю, что эта настройка делает, но мы ее поставим. Ставим. Так... Доброе утро. Доброе утро. Продолжение следует... 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 Прошлый раз мы сделали одну небольшую ошибку, когда гидропонику делали, мы логику оставили в гидропонике. И это было, собственно, ошибкой. Надо это дело вынести в контроллер. И тогда все вот эти компоненты, все вообще, в том числе этот дым стрёмный, вот, они будут управляться этим контроллером, не общим гидропоникой, еще чем, а мы контролем. Продолжение следует... Так, перерыв. Да. Перерыв и после этого будем заниматься программированием. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Да, так, вот так Нам нужен static mesh вот этот Теперь нужно это дело, ну отсюда мы его конечно не заменим Вот это фигу я на инстансы посадить Да, короче будем заниматься обустраиванием этой Хреновины А как иначе? Так Правильно оно подцепило? Да, правильно, хорошо Нам их нужно 6 штук Да Так Вот трансфор вот нельзя скопировать, это конечно фигня Это немножко нудно, но... А шо делать? Неправильный трансфор чтоб ставил? Правильный Правильный Бру-бру-бру Тру Да, у нас же есть способ проще это делать, но я пока его не вижу. Rotation 600 и 800. Брутально. Мне кажется оно поедет куда-нибудь не туда. Так, но теперь это можно удалить. О, панельки на месте теперь. Это хорошо, сохранить это дело. Это сильно экономит рандерколы. То, что мы ездим с этим, это дело, оно прям вот. Меньше шести лишних рандерколов будет делать один. Вот. Ну, можно теперь стены заменить. Угу. У нас три стены тут. А, сначала материалы дадим. Норы даже правильные, отлично. Ну, что, говорит, виртуальная текстура, и что-то не знаю, что-то такое. Так. Ну, говорит, кастом дата, это типа... Даже не знаю, что это. Даже не знаю, что это, зачем это надо, но... А, тут еще и этот трансформ нужно будет поставить на скейл. Так, нотайшн там ноль. Так, тут у нас... У меня тоже отлично ноль. Окей. Почему бы и нет. А, вот этот, задняя стенка. Вот эта задняя стенка. Ну, я так же сам поставлю. Далее мы эти стены. А, вот эти херовины еще на инстанс нужно повесить. И, вот эти... А, плентер мы актерами заменим. Ну, сейчас надо подумать, надо ли нам это заменять актерами? Ну, с точки зрения удобства, это будет, конечно, удобно. Но, мне кажется... Ну, вам пофигу. Пускай удобства будет прежде всего. Ну, да. Давай снизу пойдем 46 штук надо и 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 Продолжение следует... 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 и всё ли на месте, нет, что-то произошло. Что-то произошло, что-то нехорошее произошло. Там стены что длиннее были? Скелл-то я не посмотрел, а вот это я молодец. Иначе побольше сделаем. Да нет, у них пивоты снизу. Если они будут скеллиться, то только вверх. Что-то значит что-то ещё было. Вот взял, сломал. Примерно так и было, ну в смысле, я же её поднимал чуть-чуть. Оно могло быть так. Могло быть. Ну да, вот тут я их не менял высоту. Всё ровно. Надо тут дырки, блин. Нужно эти ворота поставить повыше. Вот так как-то. Да, в целом нормально, видишь что, что за белой хреновиной тут вылезло, а часть декора, интересно, так хорошо. Смотрим, что у нас тут, нет ни где дырок никаких дурацких. Ну тут что-то есть, но космоса не видно. Знаешь, что такое можно просто подальше сделать. Надо тоже самое. А тут и так все хорошо. Ооо, нормально. Так, зальем пока, на случай, если вдруг что-то пойдет не так. Заливается, заливается, заливается. Вот так, отлично. Теперь. Ну, это слоты нужно заметить на актеров. Так, давай еще раз подумаем. Подумаем, как бы это было делать. Так, чтобы оно не выстрелило в ногу. Просто это будет сохраняться, оно, соответственно, сохранится примитивным. Вот. И чтобы оно было... Загружаем, а нам нужно будет опять тот же фокус активации сделать. То есть, мы выключаем всех актеров, конфигурим и включаем всех актеров. Брутально. Брутально. Брутально да безобразие. Ну, а что делать? Да, это будет все прекрасно, если будет работать без глюков, при загрузке карты. Да, пожалуйста, заменяем это на актеров. Так, мы отделим фигню от... от общей логики. Так. Продолжение следует... И вот... Пойдет... Так... Ну, Rotation Scale у них, скорее всего, тоже одинаковые... Поэтому копируем локейшн... Продолжение следует... Удаляем... Так, хорошо... Хорошо... Ну, что ж... Теперь... Так... Так... И все будет хорошо... Там же дождь нету... Изначально поставили типа это... Автоактивы... Да, мне не показалось, что это нельзя сделать... Мои хрен с ним... Да, странно... Что же делать... Каждого уже вызывать... Так... Это хорошо... Так... 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 Так вот. Ильнисет у меня называется. Да чтоб тебя. А почему у меня в BaseObject Interactable. Это интересно. Пофигу. Сейчас заобидимся. Сейчас заобидимся. Сейчас. Вот так вот. Ну и тут соответственно Возу Так Ну что у них еще должен быть какой-нибудь тик Так Так Чтобы оно тикало нормально Мы Сейчас возьмем Примерно Какой-нибудь Типа И Нужно еще одно Тикало Должно быть И Флоутом Там говорят можно настроить его на этот Чтобы оно Интервал Тикало раз в секунду И там Хероборо тут не нужна будет Но Чего-то я не уверен что это будет работать Ну прям совсем не уверен Ну Ого Ну по-моему раз Пять секунд Это будет Прям вот То что надо Зачем там тики быстрее Или К чему мы пришли Сейчас подумаю Подождите Да Мы Помню Забышли К тому Что растения У нас Сессия будет Лежим короткой Для того Чтобы растения Росли Поэтому Мы Это Убираем Так Тебе Чтобы Это Работало Нам по-хорошему Нужно сделать вот что Нам нужен контроллер Этой гидропоники А для чего он нужен Для того чтобы У нас Типа Три способы есть Это нафигачить сюда методов Это Но Минусы будут то Что когда мы Вот этот объект Вот этот объект В этом объекте Сошлемся на Гидропонику Сюда подтянется Вся вот эта Патрата В виде Текстур Моделек И так далее Нам это не надо Чтобы этого избежать Мы уже смотрим интерфейс Тобишь мы Вот этому Объекту Даем интерфейс И в принципе Все кстати Да Надо наследовать От Мы даем им интерфейс И это работает Но это Нужно каждый раз Интерфейс Модифицировать Писать ему Реализацию С другой стороны Мы можем взять Отдельный объект То есть мы Сейчас напишем В нем контроллер Потом мы Этот контроллер Достанем В чилде И будем уже Играться с этим контроллером И это в принципе Будет работать Это будет Даже работать Так что Нам Нам даже Наследование Здесь От Безобчика Не нужно будет Потихоньку Надо переводить Объекты на контроллеры Потому что Ну что Вот этот Фиги С Перегрестными Ссылками Имена Друг на друга Не было А чтобы Объекты Ссылались На Именно На Логику Как бы Ну какой-то Типа Вариант Этого ЕСП Процедурки Процедурки Компонентного Программирования Я уже Об этом Говорил Но Надо Делать Сейчас Все Дело Развалить Со Следоват Близобчика Я не могу Потому что Там Есть Некая Проблема А Проблема У нас Заключает В том Что У нас В Бейзобчике Не Бейзобчике Бейздоре Например Есть Некий Аниматор Этот Аниматор Если Разбить Наследование Он Отвалится У всех Наследников И Все Анимации Которые Вот Там Были Сделаны Хотя Они Были Довольно Простые Прис Идет Заново Это Минус Этого Аниматора Он Подхода Как бы Когда ты Выносишь Предка Вот Он Вышибает Его Из Дерева И он Пропадает Вот Это Печально Вот По Хорошему Конечно Это Фиговен Даже Оставлять Ну Типа Спрашивать Типа Оставить Не Оставить Что Оставить Но Люблю Принятым У нас Рефакторится Настолько Уныло Что Представить Все Невозможно Просто Они Вообще Никак Не Рефакторятся То Мы Ничего Затем Не Сделаем Поэтому Это Нужно Буду Сесть И Целый День Перенастраивать Эти Аниматоры Вот Я Пока Не Хочу Это Делать Но Начать Делать Новые Объекты Которые У нас Не Зависят От Base Обжектов В принципе Можно Да Поэтому Давайте Попробуем С контролером Посмотрим Что из этого Получится И В принципе Если мы Это Подвяжем Через контроллер И сделаем Настоящую Компонентку То В этих контроллерах У нас Не будет Данных Они будут В объекте Тем самым Мы себе Облегчим Жизнь При сохранении Ну Наверное Да Но Это будет Слегка Неудобно Этим Управлять Потому Контроллер Все равно Будет Знать Об Объекте А из контроля Знает Объекте Все Кто Сылается На контроль Знает Об этом Объекте Поэтому Нет Максимум Что мы Сделаем Это Просто Спроксируем Сериализацию Создание Этого Объекта Сохранения В контроллеры Все Как бы Да Это Варварство Ну Что Делать Раз Глю Блин Ты Так Работают Прекрасно Так Ну Да В этом Поиске Мы Ставим Пробел Место Подчеркивает В Блюблитах Мы Сами Подчеркиваем Ну А Что Делать Так Так Как мы Отрегистрируем Компоненты Внутри Этой Фиговина Я не хочу Опять С тегами Заборачиваться Тут Жопа Какая Это Будет Ну Типа Повышенная Сложность Как бы Комплик 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 Решение Простой Задачи Да Не всегда Хорошо Так Нет Что Отвлекли Тут Так Давайте Перерыв Сейчас Мне Надо Кое Что Сделать Я Минут Через 5 10 Перейдем Отвлекли Отвлекли Все Этой Тихо Отвлекли Тихо Продолжение следует... 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 Так, мне нужно уйти. Ну, как не уйти, а работа подвалила, надо работу делать. Поэтому на сегодня стримингу всё. Пойду работу работать. Всем спасибо за просмотр. Продолжение следует...